АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И вот записывать, я помню самый первый анекдот, когда мне было 7 лет, нам рассказал дворник ребятам, маленькие мы ходили, там анекдоты, вот анекдот говорит, заходит один мужик к барину, приезжает, выходит слуга и говорит, как доложить барину? Он говорит, доложи барину, что пришел полковник, тот бегает к барину, бледный, говорит, барин, пришел покойник, барин побледнел и из окошка выпрыгнул, вот этот анекдот, мы смеялись до упаду, я ходил, помню, всем рассказывал, родным, всем, и когда они смеялись, я страшно обижался, смешной же анекдот, полковник и покойник, представляете? Потом стал записывать, была у меня тетрадочка, чем старше я был, там все, у меня тетрадочка делилась так, она была написана прилич, значит приличный анекдот, на второй стороне неприличный анекдот, а отец мой страшно любил анекдоты, он, так сказать, мне может и привил все это, у него была тоже своя тетрадь, он ее ввел в гимназию еще, такая черная клеенчатая тетрадь, и он там черными чернилами писал, но буквально записывал строчку одну, главную фразу из анекдота, и он уже ее помнил, ну он несколько рассказал, потом, этот тебе нельзя, ты маленький, этот нельзя, знаете, а чем дальше я рос, тем больше он мне открывал анекдоты, и по-моему, когда я уходил в армию, я уже знал всю его тетрадку, и моя, тоже была тетрадь, и я ее взял с собой, значит, служить в армии, потом война, и я ее провез через всю войну, ну я сейчас тоже подумал, конечно, в то время, конечно, ужасная вещь, вообще слово анекдот говорилось, знаете, они там анекдоты рассказывают, неизвестно, о чем анекдот, но уже анекдот, это уже было что-то страшное, уже запрещенное, причем я дурак, записывал политически тоже, ну как, не писал там фамилию, все, причем сказали, что там кого-то забрали, кого-то арестовали за анекдот за политический, я, да, и потом говорят, заставят тебя, заберут и по книжке давай рассказывай, все, как, набредут на такое, такое страшное, и все, тебе хана, так я для себя, вот эти политические там дела про Сталина, там потом позже про Берри, я записал, так сказать, нейтральную фразу, но для этого придумал свой анекдот, весьма такой, абсолютно даже не связанный, не такой с политикой, и он подходил под эту строчку, и так у меня было, ну слава богу, меня никто не вызывал, для чего, но тетрадь у меня сохранилась, и она мне помогла, после этого я, когда писал свою книгу, я эпиграфами написал анекдоты, которые подходили к тому времени, а сейчас вообще, Коротича недавно как-то спросили тут, полгода тому назад он выступал перед избирателями, а что у вас Никулин делает в редакции, он так задумался, как что, расскажут нам анекдоты, наверное, коллеги, ему говорят, хорошие, он говорит, умираем со смеху, а они говорят, что же он не печатает, печатайте в огоньке, и так я начал печатать, так сказать, потихонечку из своих запасов, вот эти вот выборки, вот, значит, уже три номера прошло, сейчас в следующем тоже будет, я люблю анекдоты, вы знаете, анекдоты, они помогают жить, я считаю, что анекдоты нужно говорить, рассказывать только к месту, только к месту, что-нибудь такое происходит, и тут нужно сказать, начиная с фразы, вот как в том анекдоте, знаете, и мне помогало в жизни очень много, я помню, однажды было строительство цирка наше, я пошел к одному министру, очень, так сказать, и мне нужно было выбивать, как говорят, очень, вот такие важные материалы строительные, которые, я знал, это бесполезно, тут еще землетрясения в Армении, никому ничего не дают, я пришел, такой, ну, думаю, буду добиваться, я пришел к нему, он меня очень строго встретил, садитесь, потом я могу узнать, и он говорит, если вы будете у меня просить материалы, то уже вы не первые, которым я сказал нет. Я говорю, вы мне напоминаете Сталина, он даже вздрогнул, он говорит, как Сталина? Я говорю, ну, вот рассказывают, что Сталин тоже однажды, у него был разговор с Черчиллем по телефону во время войны, и помощник сказал, товарищ Сталин, на проводе Черчилль отводная трубка у переводчика. И он, значит, Сталин берет трубку, говорит, здравствуйте, Сталин, потом говорит, нет, 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 да, до свидания. И помощник говорит, товарищ Сталин, вот вы ему все сказали, нет, однажды вы ему сказали, дашь, что вы, с чем согласились? Он говорит, да. А, это когда он меня спросил, хорошо ли я слышу. Это засмеялся министр, рассказал мне другой анекдот. Мы с ним пять минут рассказали анекдоты, он подписал мне материалы. Так, анекдоты, анекдоты меня выручили. Ну, так сказать, польза. А вообще польза. Анекдоты смешные, они смешные, они веселят. Веселят. Когда мне рассказывают хороший анекдот, я рад поделиться с вами друзьями. Звоню по телефону. Раньше, да, стеснялся звонить по телефону. Ну, на телефон, на разговор, я тебе потом расскажу. А сейчас, значит, уже можно рассказывать, сейчас свободно. Вот, и по-прежнему собираю. Вы знаете, интересно, что основные поставщики у меня таксисты. Они рассказывают сюда анекдоты, они, значит, если я еду, не всегда я еду на машине, может, я в гости еду куда-нибудь, я, значит, еду на такси. Я приезжаю и обратно, и всегда начинается разговор об этом. Я говорю, что новенького. И мне рассказывают. Ну, я просто недавних, которые, так сказать, я даже еще не включил, буквально вот эти бензины, мне рассказали один таксист, что в комиссию Моссовета ходит, смотрит, как живут пенсионеры, как они себя чувствуют, как к ним относятся. Какие-то две старушки живут, пенсионерки. Они спрашивают, ну, как вы живете? Ну, хорошо, все-таки чего. Ну, как вам помогут? Да, да. Слушайте, а вот вы живете рядом со стадионом «Динамо». Это... Уже было, да? Было, да? Дальше. Стоит пьяный, стоит пьяный, качается и никак не может попасть, двушку опустить в автомат. Он опускает, никак не может. Утром проходит женщина мимо, говорит. О, налезался. А еще таксист. Он говорит, а почему таксист? Он говорит, шапка у тебя, таксистская? Он как? Да, Абаланда Тарова. Не знали. Один-один. Ну, из пьяных я расскажу. Он такой... Его не напечатаешь в огоньке и вообще, не знаю, он вроде бы не печатан, но я расскажу просто, как все складывается. Психология. Не, анекдот неожиданно. Из жизни пьяных тоже входит пьяный в троллейбус. Полный троллейбус. Люди народ едет на работу, мрачный, стоят. Он вошел, уже с утра поддалгит. Братцы, гляньте в окно, весна, а? Весна, гляньте. Все молчат. Он говорит, солнце, а? Это ж радость людям, а? Никто ничего сейчас смотрит. Вы понимаете, что весна, будораживство, а? Братцы, ну, а? Все молчат. Он говорит, ну, раз никого нет, я отолью здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А еще расскажу вам сейчас анекдот. Анекдот, каждый анекдот имеет свое время. Мне сказали, что по анекдотам можно, если собирать все вот в стране, можно написать историю страны этой. Потому что они точно отражают все это. И вот анекдот, который мне очень понравился, он политический, как правило, политический, не остроумный обычно. И в то же время патриотический. Еще более не смешные обычно. А тут как-то все сложилось так вместе. Мне рассказал его один таксист. не запомнил его номер. Ну, а просто... Ну, иногда я его рассказываю, он мне нравится. Это времен. Вот времен того нагнетания, представьте себе, когда вот уже, так сказать, вот-вот могли быть столкновения с Америкой, нагнетания вооружения и все. И вот в этот период рассказывается анекдот, когда высоко, чуть ли не на самом краю неба, со страшной скоростью навстречу друг к другу летят две баллистические ракеты. Не рассказывали, нет? Летят две ракеты с громадными, такими, с мощными ядерными обоголовками, наша и американская. И они летят со страшной скоростью навстречу друг к другу. И когда они повстречались, они притормозили каждую ракету, остановились. И наша спрашивает американскую. А ты куда летишь-то? Американская. Как куда? К вам. А ты куда? А наша говорит, ну, если ты к нам, я к вам. Американцы говорят, вот интересно, встретились, я ни разу не видал, я тебя тоже ни разу не видал. Наша говорит, так может давай по случаю встречи по стакану. Американцы говорят, давай, давай. Выпили по стакану. Американцы говорят, слушай, а у меня ведь, знаешь, какой заряд, я там у вас как шарахну, то ничего. Наша говорит, ну, у меня тоже, знаешь, дай бог. Американцы говорят, хоть трагедия какая наша. Ну, чтоб пожилее было, давай выпьем еще по стакану. Ну, я вырезался, говорит, давай, они выпили еще по стакану. Американцы вдруг помрачнел и говорит, слушай, а ведь если я-то шарахну, я ведь погибну, и ты ведь тоже погибнешь. Наша говорит, да, что же это, какой кошмар, мы же с тобой погибнем оба. Наша говорит, так давай, за упокой нашей души еще по стакану. Так, давай. они выпили. Американцы говорят, ну, я полетела. Наша говорит, а на пассажок. И американские говорят, давай. Они выпили еще по стакану. И американские вдруг побледнело и говорит, что-то меня нехорошо тошнит. Наша говорит, не бойся, я тебя до дома провожу. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Я честно скажу, так боялся, что не будет цветов. И вдруг вот. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ